Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас уже 1 сентября 2020 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Я хочу сегодня поговорить о нескольких различных темах, как внутри, так и снаружи Соединенных Штатов Америки, но начну я с того, что на прошлой неделе произошло действительно историческое событие. Самолет «Эляль» – это израильская авиалиния – перелетел из Израиля в Объединенные Эмираты, пролетев в ранее закрытом для израильтян воздушном пространстве над Саудовской Аравией. Дипломатия Трамп-Кушнер дала свои плоды, а сунниты, объединенные в своей борьбе с Ираном, решили войти в официальный союз с Израилем для остановки Ирана российской агрессии на Ближнем Востоке. До Эмиратов мирные договора, но уже много лет тому назад с Иерусалимом подписали Египет и Ордания. Кушнер начал очередную серию облетов арабских стран, надеясь присоединить их к историческому договору. Он полетел в Бахрейн, а сейчас затем посетит Катар и Саудию. А палестинцы вообще в ужасе и растеряны от того, что происходит. У них было ощущение и неподписанной договоренности со всеми арабскими странами, что ни одна арабская страна не будет вступать ни в какие переговоры и признания Израилем, пока не будет подписан договора о создании палестинского государства. А тут такой облом, их даже не известили о том, что будет происходить. Сначала Трамп перестал давать им деньги, потом выгнал их представительство из Вашингтона, а сейчас с ними вообще никто не советуется. Они стали как бы лишние, не нужны. То есть эта карта до сих пор используемая многими арабами, мусульманскими странами, но в каком-то смысле они перестали быть нужны для событий, которые происходят вот сейчас. Опасность от Ирана, Сиии и России значительно выше, чем игра в моральное обязательство помогать палестинским братьям. А плевали они на палестинских, на братьев там, так сказать, вообще. Единственная сунитская страна, которая остается вне как бы зоны влияния США и Саудовской Аравии, это тот самый Квейт, из-за которого папа Буш начал, развязал войну с Ираком. Теперь страна заигрывает с Ираном и, возможно, даже с Россией. Мы не знаем. Арабским странам имеет прямой смысл дружить с Израилем, на самом деле. Им необходимы технологии, инновации, которые рекой льющиеся из Израиля. Сегодня основной покупатель этих технологий – это Китай. Но с приходом, если придут Сауди, Бахрейна, Эмиратов, значительно менее технологических, чем Китай, у Израиля открываются огромные, что-то, баснословные, я бы сказал, возможности торговли, инвестиций, совместных проектов. Инвестиции, я имею в виду, от них получать в израильскую науку и промышленность. Добавьте туда Иорданию и Египет, уже, так сказать, как бы с Израилем имеющие взаимоотношения. Израиль получается совершенно безграничный рынок сбыта и инноваций. В Эмиратах, в Саудии, израильтяне создадут для них цветущие сады и мысленичные рощи. Естественно, Иран в отпаде и, брызгая слюной, значит, ну, думаю, что не ядовитый уже, называет суннитов предателями, халуями и скрытыми любителями евреев. Значит, ну, Кушнар же еврей, поэтому, значит, скрытые любители евреев. Что, конечно, самое страшное оскорбление, самое страшное оскорбление, да? Любить евреев – это ужасно совершенно, да. Но, значит, на самом деле во всем виноват сам Иран и Россия. Чем более агрессивными они становились, тем более сунниты хотели защиты от США и Израиля. А по усиленно муссирующимся в Израиле слухам, приблизительно за неделю до выборов, то есть выборы у нас, значит, в начале ноября, значит, не мите недели, в конце октября, там, 25-го, 26-го, 27-го, в Ужингтоне, в Белом доме состоится подписание, торжественное подписание договора между Израилем и целым рядом арабских стран, договоров, договора, я не знаю, не думаю, что будет один и тот же, будут несколько, да? А, значит, где Трамп и Натаньяго будут жать руки и стоять вместе, так сказать, взявшись за руки с представителями Бахрейна, Саудовской Аравии, вот, так сказать, Эмиратов, возможно, кого-то еще. Вот, ну, хорошо. Значит, а сейчас перейдем к внутри страны. А сигналом того, что не все в порядке в Демпартии с выборами, служит то, что за два месяца до голосования номинальный лидер партии Байден, номинальный, понимаете, почему номинальный, да? Поменял курс на, по целому ряду существенных пунктов своей программы. Это вообще не происходит после конвенции, после съезда партии. До того можно и там пробовать и прочее, но после того, как ее утвердили, уже не меняют. Вот, то, что начал менять, это ужасно, не странно, ужасно показательно, вот, что я хотел сказать. Значит, ну, вот, к примеру, да, во-первых, он после трех месяцев абсолютного умолчания, как говорили в России, как рыба об лед молчал, да, и тихого одобрения погромов и пожаров, вдруг сообщил, что мирный протест, оказывается, и поджоги, это совершенно разные вещи. Потом он сообщил, значит, что мирный протест и ограбление, это тоже разные вещи. Но никогда не сказал, что мирный протест и убийство полицейских, это разные вещи. Так что можно подумать, что с точки зрения Байдена, убийство полицейских вписывается в рамки, значит, мирной демонстрации. А заявление, которое он сделал, прозвучало, что неожиданно, после того, как за четыре дня съезда, значит, только что прошедшего, так сказать, сколько там, две недели тому назад, да, недели тому назад, среди демократов огромное количество выступающих, там, Камала Харрис, сам Байден, все демократы выступали, ни слова не было сказано, а в осуждение того кошмара, который устроили в 20 демократических городах, на самом деле, боевыми отрядами демократов, черными, там, как их называются, черные жизни, да, и Антифа. А еще один драматический такой оборот, как здесь говорят, about face, то есть на 180 градусов, произошел в понедельник, тоже после, так сказать, съезда, уже сколько прошло, так сказать, после съезда, да, 10 дней почти, когда Байден вдруг сообщил, что я вообще не собираюсь ограничивать фракинг, фракинг – это способ добычи нефти, такой, так сказать, демократ-серви, что говорили, что это влияет плохо на обхорожающую среду и тому подобное, значит, поэтому они возражали этого. А тут я вообще не собираюсь вмешиваться в это. Вот, а потом добавил, хотя Трамп постоянно врет, что я собираюсь это сделать. Ну вот, некоторые наблюдатели считают, что Байден просто забыл, что он говорил все время, причем не один раз, что собирается это сделать. Например, в марте на дебатах с Сандерсом, была там перепалка с Сандерсом, Байден сообщил, что если он будет президентом, вот Байден, если будет президентом, то он полностью запретит вот этот самый фракинг, против которого он сейчас не возражает. и никогда не говорил, что он возражает, а Трамп все время врет по этому поводу. А на интервью, значит, на CBS, да, CBS подтвердил, что отнимет все лицензии, кто занимается фракингом. Также Байден поменял свою позицию по добыче угля. Хотя в его программе, это уже не то, что слова, просто в его программе, на сайте, это своими глагами, что называется, то я слышал, а это видел. Значит, на его сайте среди Болда и Диэс написано, что его политика по ископаемым строится на принципах нового зеленого соглашения, предложенного, так сказать, как мы все знаем, AOC, поддержанного Камалой Харрис, там, Сандерсом и прочее, прочее. И полностью призывает к полному уничтожению добычи, остановки по добыче нефти, газа, угля к 2035 году. Значит, но уголь самый страшный враг, потому что, значит, вот уголь там, от него убирают, погибают, он плох, так сказать, для окружающей среды, поэтому, так сказать, его будем бороться с ним и уничтожать самым первым. Но опять, некоторые говорят, что он просто забыл, потому что уже привыкли к тому, что Байден сегодня говорит одно, но ровно через час, говорит, совершенно другое, прямо противоположное, при этом с тем же самым лицом такого восторженного пионера. Вот. Ну, хорошо, значит, перейдем дальше. Нэнси Пелоси. А, Нэнси Пелоси, которая с пеной у рта требовала закрыть все малые бизнесы из-за ковида, она захотела уложить волосы. И поэтому она поехала в закрытый ею салон, вызвала туда хозяйку и получила все то, что она запрещает под страхом отнятия лицензии у салонов, другим салонам, когда другие их не ходят, да? Вот там, так сказать, в Сан-Францисском, по-моему, было-было, и в Сиэтле было пару историй, когда люди открывали там свои салоны или что-то, значит, полиция тут же, у них отнимали лицензии. А вот когда она приехала, как бы, так сказать, это нормально. А видеокамеры, откуда мы знаем, что видеокамеры охраны засняли, ну и передали в прессу, значит, Пелоси в халате, там, без маски, которые бродят люди у нее вокруг, там и тому подобное, но полный колласс. Одновременно с этим, значит, в тот же день мэр Филадельфии, значит, Джим Кенни закрыл все рестораны в городе, значит, произнес зажигательную речь, о том, что жизнь должна быть для американцев важнее прибыли. И после речи он уехал в соседний Мерленд, где пошел в ресторан, совершенно наплевав на американские жизни и, естественно, не соблюдая ни социальную дистанцию, ни маску, не одеваясь. Значит, все это опять заснято на те же security камеры, то есть на камеры охраны. То есть, как мы с вами и ожидали, одни законы и правила для нас с вами, а другие для небожителей, которые называют себя «слуги народа». Вот «слуги народа» у нас такие небожители, да? У них еще только нет березки и валютных магазинов, но скоро будут. А, еще будут столовые, где не нужно будет вообще платить. Кремлевские больницы они себе уже организовали и, кстати, бесплатные. Что приятно, что они явно в нервах. Что для меня означает, что опросы населения, которые они ведут сами для себя, показывают им не совсем ту картину, которой нас кормят подконтрольные элите демократические средства массовой информации. Им, кстати, есть чего бояться. Тихо, но все-таки раскручивается расследование Дорхама. Все больше информации доходит из Украины, где засветились, кстати, не только Байден, младший, Хантер, но и сын Кэри, сын Белоси и даже сын Ромни. Что неудивительно, сразу же делает то, что Ромни в нервах. Ну, что называется, поживем и увидим. На сегодня все. До свидания, до следующих очень скорых встреч и прекрасного вам вечера или дня, или утра, в зависимости от того, когда вы смотрите. А, да, обязательно подписывайтесь на блог. Будет внизу, значит, название leonwinestein.blog. Да, блог, да. Обязательно ставьте лайки и очень прошу, комментарии, любые, которые вам понравились. Почему? Кстати, вот это очень важно. Почему понравилось? Что не нравится? Что хотели бы? Что бы не хотели? Ну и тому подобное. Когда есть двухсторонняя связь, значительно легче и мне, и тем людям, которые мне помогают в этом деле, понимать, что вам интереснее всего, что вам нужнее всего. Все. Все. Теперь до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова